Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Крачево-Черкесия. События среды в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. Сначала делаем пробежечку по парку. Новый парк с пешеходными дорожками и спортивным оборудованием стал излюбленным местом досуга для жителей села Первомайского. Он стоял у истоков создания республиканского радиотелевидения. Ушел из жизни первый руководитель ГТРК Крачево-Черкесия Джелемби Аджиев. Если на русском языке нельзя в социальных сетях употреблять мат, то можно ли это делать на родных языках народов Карачево-Черкесии? Сегодня всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. На главной трассе проходят соревнования, где спортсмены борются за золотую медаль. А в курортном Архызе сегодня стартовал чемпионат России по горнолыжному спорту. В селе Первомайском Малокорчевска района начали функционировать совершенно новые, отвечающие всем современным требованиям, парк. Здесь были благоустроены пешеходные дорожки, установлены лавочки и урны. Новое детское и спортивное оборудование позволит всем жителям села проводить свой досуг с пользой для здоровья. О новом объекте для активного отдыха расскажет Алихан Лепшоков. Еще несколько месяцев назад на этом месте был пустырь. Теперь же совершенно новый современный парк для отдыха. Жители села Первомайского здесь могут проводить свой досуг, посидеть на свежем воздухе, заниматься различными видами спорта. А дети играют на спортивной площадке. Площадь парковой зоны составляет около 5000 квадратных метров. Для 6000-го населения села это место является особенно излюбленным. В прошлом году, когда с рабочей поездкой был глава республики Рашид Бориспич Тимрезов, у нас в районе жители обратились с просьбой включить нас в программу благоустройства комфортной городской среды. На что Рашид Бориспич согласился и дал поручение, чтобы нас включили в программу. В прошлом году мы участвовали в этой программе. Перед Новым годом мы закончили строительные работы. Также глава сельского поселения Альберт Байрамкулов отмечает, что весной будут продолжены работы по благоустройству территории парка. Будут установлены клумбы и посажены деревья. Жители села отмечают, что открытие парка стало особым событием в их жизни. Учитель физкультуры среднеобщеобразовательной школы села Первомайская Асхадуина проводит свои уроки здесь. В парке есть все необходимое – спортивное оборудование для физического развития детей. Каждый день я прихожу сюда со своим классом. Мы здесь занимаемся. Сначала делаем пробежечку по парку, а потом мы занимаемся на разных оборудованиях. То есть на перекладинах, на тренажерах и так далее. Мы занимаемся и очень довольны этим. В современном парке также установлены пандусы. Был произведен монтаж травмобезопасного резинового покрытия. Все эти условия обеспечат доступность для маломобильных групп населения. Важно отметить, что в Карачаево-Черкесии благоустраиваются 9 общественных территорий, 7 из которых уже завершены строительные работы, в том числе и в данном месте досуга. Алихалип Шоков, Зумрат Халкечев, Расул Бердиев. Вести Карачаево-Черкесия, Малокарачаевский район. Вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 66 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 17 768 человек. Из них 16 012 выздоровели, 629 госпитализированы. Печальная весть. На 1991 году из жизни ушел Джалимби Юсуфович Аджиев, первый руководитель ГТРК Карачаево-Черкесия. Именно он стоял у истоков создания республиканского радио и телевидения Карачаево-Черкесии. И около 40 лет Джалимби Аджиев руководил коллективом ГТРК Карачаево-Черкесия. Слова соболезнования родными близким Джалимби Юсуфовича выражают руководство ВГТРК и коллектив ГТРК Карачаево-Черкесия. О жизненном пути патриарха республиканского телевидения и радио расскажет Мурат Жангёзов. Джалимби Аджиев послевоенные годы окончил Черкесское педучилище и исторический факультет Ставропольского пединститута. Занимал пост первого секретаря Адыгихабльского райкома в ЛКСМ, затем заводделом комитета партии. После непродолжительной работы в качестве замглавного редактора газеты «Коммунизм Алашара» Джалимби Юсуфовича в 30 лет утверждает в должности председателя областного комитета по телевидению и радиовещанию. Именно при нем был заложен фундамент нынешнего дома радио, а позднее было создано первое республиканское телевидение. Особой гордостью Аджиева было то, что вещание ведется на пяти языках субъекта образующих народов республики. Большая семья была, значит, телевидение, радио, значит, общей сложности. И при мне 168 человек работало. И многонациональный коллектив. Особенно, что вспоминается, никакого склока, никакой, значит, разговоры о национальности и так далее, значит, между собой все не было. Как одна семья большая. Огромный талант, новаторство, верность профессиональным и жизненным принципам помогли Джилимби Аджиеву придать новый, живой и популярный формат региональному телевещанию, изменить само представление о местном телевидении, сделать его передовым участником масштабных перемен в обществе, где во главу угла всегда ставились самые обычные жители нашей республики. Рассказывать о людях труда, да, о людях труда, о тех людях, которые решают те или большие, да, все на каждом своем участке решали большие сложные задачи. Для коллектива ГТРК Карачаева-Черкиси Джилимби Аджиев был и останется примером настоящего профессионала, каким он должен быть увлеченным, упорным и настойчивым в достижении целей. Все, кто знал Джилимби Аджиева, отзываются о нем, как о благородном и порядочном человеке. Его ответственность, чуткая, искренняя забота о людях навсегда оставили след в сердцах сотрудников компании. Мурат Жантьюзов, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия. Девять выше нуля, местами до плюс шестнадцати. В Черкесске без осадков, ветер южный, пять-десять метров в секунду. Температура ночью плюс один, плюс три, днем 13-15 градусов тепла. Все, что вас радует, обязательно будет. С кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,5% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Большие вести в прямом эфире мы продолжаем. Теперь ругаться матом и в интернете запрещено. Сегодня день борьбы с ненормативной лексикой. Руслан Куркмазов изучил будущее особых слов и крепких выражений народов Карачаева-Черкесии. У вас есть словарь ненормативной лексики? Лейла Русова сегодня пришла в библиотеку, чтобы выяснить, можно ли официально прочитать то, что начали блокировать в социальных сетях. Вот есть такой интересный словарь. Русская феня. Так ненормативная лексика – это хорошо или плохо? Вообще в психологии есть принцип неоценочного отношения, поэтому говорить хорошо, плохо психолог не станет. Дело в том, зачем это все производится. Зачем психике нужно использовать нецензурную речь? Для разрядки эмоций. Эмоции в основном негативные, гнев, ярость. Именно потому, что другой, иной какой-то разрядки не получается в данный момент осуществить. Разрядка происходит вербальным образом и очень эффективно. Поэтому для разрядки, если так ставить вопрос, то используя ненормативные лексики в этих целях, она как бы наименьший урон наносит окружающей среде. Вы ничего не ломаете, никого не бьете, никого не убиваете, просто вербально выражаете эмоции. Ненормативная лексика народов Карачао-Черкесии. Она существует. И даже дети знают крепкие слова. Я бы не сказал, что наши читатели мотюкаются. Может, они при вас не мотюкаются? Может. Но я не слышал. У ногайского народа есть словарь пассивных слов. И там около тысячи слов из ненормативной лексики. Хотя некоторые из них очень даже литературные и приличные. Например, огурец на русском языке. На ногайском хаунбала. Ага. И еще есть такое слово из фольклора, конечно. Кьяр. Ага, вот так. Но я не считаю, что это матерное слово. Это тоже литературное слово. Но есть аулы, где половина аулов разговаривает на этом диалекте, половина на другом. То есть и это слово, и то является литературным. И каково теперь будущее ногайского огурца? Неужели социальные сети будут блокировать это слово? Не пострадают ли от этого стихи и рассказы о тружениках села? Если на русском языке нельзя в социальных сетях употреблять мат, то можно ли это делать на родных языках народов Карачао-Черкесии? Ведь нет никакого нормативного акта, словаря или какого-либо другого документа, который доказал бы, что то или иное слово является плохим. Но в Роскомнадзоре нам дали совет. Если вам кажется, что кто-то употребил плохое слово, и вас это как-то оскорбило, обидело, то надо обратиться в администрацию социальной сети. Если там не заблокируют этого пользователя, то после этого необходимо обратиться в Роскомнадзор. Только вряд ли кто-то будет так заморачиваться. Руслан Коркмазов, Рашид Токов. Вести. Карачао-Черкесия. 140 км в час навстречу ветру и победам. Сегодня в Архызе стартовал чемпионат России по горнолыжному спорту, который продлится до конца недели. Первый день был разыгран титул чемпиона России по скоростному спуску и был определён победитель первенства России по той же дисциплине. Фатима Даурова о предельных скоростях на архызских трассах. Прямо сейчас на главной трассе проходят соревнования, где спортсмены борются за золотую медаль. Они станут чемпионами России, выиграв эту медаль. Ну а параллельно с ними обычные отдыхающие тоже готовятся к своему спуску. То есть ни одна трасса не пострадала. Всё работает в штатном режиме, а чемпионат идёт своим ходом. Почти вся горнолыжная география России сегодня представлена на чемпионате. Участники приехали из всех самых горнолыжных регионов страны. Камчатки, Мурманска, Сахалина, Магадана, Москвы и Санкт-Петербурга. Спортсмены соревнуются на специальных трассах. Их подготовка к соревнованиям шла в течение месяца. Требования по качеству снежного покрова иные, чем для любительского катания. Снег должен быть намного плотнее, чем на туристических трассах. Современная система искусственного снижения курорта во многом обеспечила нужные технические характеристики. Система безопасности предусматривает 9 километров специальных переносных сетей, выставленных по границам трассы. Плотный снег, практически ледяная корка на снеге должна быть. Сетки должны стоять, безопасности, маты в очень большом объёме. Неравномерно идёт всё. Тут есть и повороты, и есть и перегибы, есть даже чуть выше финиша. Отрыв, когда на высокой скорости туристы, спортсмены едут, они отрываются и до 20-30 метров пролетают просто по воздуху. За золотые медали боролись более 80 горнолыжников. Среди них члены сборной команды России, а также молодые спортсмены, которые только претендуют на включение в неё. Победа станет для них путёвкой в сборную России. Среди основных претендентов на высокий результат – мастера спорта, победители и призёры международных соревнований по горнолыжному спорту. И у каждого свой настрой на победу. Уже все распределили свои места. Первое, второе, третье. Я вот думаю, надо вмешаться. Настрой хороший. Ну, боевой, как всегда. Четыре года назад я здесь победил на чемпионате России. Затем у меня был большой перерыв, и я только в этом сезоне решил вернуться снова в спорт. Так что не знаю, посмотрим. Пока всё сложно. Пилоты спицкинга, покоряя трассу, соревнуются за самые высокие показатели скорости. Каждый результат судьи заносят сразу же в специальную таблицу. Сегодня же быстрее всех среди мужчин оказался спортсмен-юниор из далёкой Сахалинской области Александр Михайлов. 19-летний горнолыжник одновременно завоевал титул чемпиона по скоростному спуску и стал победителем первенства. Среди женщин победу в чемпионате одержала Александра Прокопьева из Московской области. А вот первое место на пьедестале первенства досталось молодой спортсменке из Камчатского края Софьи Вериной. Эмоции меня переполняют через края, потому что это моя первая победа. Я даже не знаю, что сказать по этому поводу. Я буду стараться дальше выигрывать. Завтра ещё тоже соревнования, тоже первенство, тоже чемпионат. Буду стараться. Условия здесь хорошие, мне очень понравились эти. Прям замечательно подготовили, хороший трасс. Архиз не случайно был выбран местом для проведения соревнований такого уровня. Горнолыжный мир знает о преимуществах трасс и климата нашего региона. Мы уже здесь не впервые, мы уже несколько лет назад проводили здесь соревнования. Были очень положительные отзывы. И когда мы обратились к руководству республики и курорты Северного Кавказа, нас поддержали и мы здесь проводим соревнования. Здесь очень хорошие условия, великолепная погода. Для нашей республики, естественно, это популяризация горнолыжного спорта, это привлечение людей к занятию спортом, к питанию здорового образа жизни. Тем более, такие соревнования проходят в таких шикарных, красивых местах. Поэтому это влечёт и зрителей, и туристов, и самих любителей заниматься спортом. Завтра соревнования продолжатся гонкой суперкомбинации у женщин в рамках чемпионата и первенства России. А у мужчин пройдёт гонка в супергиганте. Фатима Даурова, Расул Берде, Вести, Карачаево, Черкесия, Романтик.